Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале, конечно же, Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим об одной достаточно серьезной, но уже, может быть, кому-то набившей оскомину проблеме, которая называется муравьи. Земляные муравьи, которые с удовольствием разносят тлю по деревьям, кустарникам, различным овощным растениям, ну, преимущественно деревьям и кустарникам, декоративным, плодовым, ягодным, и способствуют развитию тлей, что, конечно же, не может нас беспокоить. Среди способов, которыми можно бороться с муравьями, сегодня я вам предложу не только безопасный и для окружающей среды, и для вас, но еще и очень вкусный. Речь пойдет у нас сегодня о бананах, как с помощью бананов можно избавиться от муравьев. Главным образом, речь, конечно, пойдет не о мякоти бананов, потому что было бы очень обидно отдавать вкусную вот эту мякоть на такие нужды, а речь пойдет о банановой кожуре. Банановая кожура, особенно зрелых таких бананов, перезрелых, зеленые не годятся, только хорошо созревшие, у которых на кожуре уже появились немножечко черные точечки. Вот такая вот кожура бананов является очень привлекательной для различных насекомых, которые в нашем саду не являются долгожданными. Это и муравьи, это и плодовые мушки. Вы можете даже не знать, что у вас плодовые мушки есть и разносят манилию по всему вашему саду и вызывают плодовую гниль. Но они у вас есть, стоит вам бросить банановую кожуру где-то в саду, и вы уже увидите в скором времени, как мушки начали облеплять вот эту самую банановую кожуру. Банановую кожуру также очень любят посещать осы. При этом, вот я ни разу не видел, чтобы пчелы садились на банановую кожуру. Вот почему-то пчел, банановая кожура, совершенно не привлекает. Существуют и в интернете, можно найти какие-то сведения о том, что муравьи приходят, грызут вот эту мякоть сладкую, относят ее матки, кормят матку, а матка вместо того, чтобы насыщаться углеводами, ну все знают, муравьи любят сладкое, она раздувается и умирает. Ну, конечно, можно было бы поспекулировать и предположить различные причины, почему такое происходит. Возможно, дрожжевое обсеменение на банановой кожуре уже есть, она начинает бродить дрожжами, и дрожжи не являются, возможно, благоприятными и для слизней, ну в том числе можно подумать, что и для муравьев. Однако же, никакой научной такой предпосылки, составляющей для того, чтобы поверить в это, ну нету, я не нашел никаких механизмов. То есть могу предполагать, там что-то придумывать, что да, такое может быть. Но все-таки для надежности предложу вам тот способ, которым пользуюсь уже не один год. Нам понадобится кожура бананов, нам понадобится пол-литра воды, и нам понадобится борная кислота. Рецепт очень простой. 10 грамм, а обычно в аптеках борная кислота по 10 грамм и продается. Ну это примерно такая чайная ложка. Я уже, знаете, давно, так сказать, работаю с веществами, примерно представляю, сколько это будет 10 грамм борной кислоты. Ну понятно, что плюс-минус. Там от 7 до 12 не проблема абсолютно. Растворяется как следует, и желательно растворить ее в теплой воде. Затем в этот раствор борной кислоты помещаются на несколько часов банановые шкурки. Банановые шкурки напитываются раствором борной кислоты. Можно, например, взять литровую банку, полностью наполнить ее банановыми такими шкурками, и залить вот этим раствором борной кислоты. Дать им несколько часов постоять. Можно, чтобы они там сутки, можно даже, чтобы двое постояли. Вот банановая кожура бродить, там портится, гнить, уже в таком растворе не будет. Здесь достаточно сильные антисептические свойства борной кислоты проявляются, чтобы банановая кожура начала активно гнить. Поэтому пару суток эту банановую кожуру здесь можно подержать. Вы потом поймете, почему я даю такое замечание. После нескольких часов нахождения в этой борной кислоте, лучше, ну видите, я такой бесстрашный, а лучше, конечно, это делать в перчатках, но я потом руки мылом как следует помою. Надо быть очень осторожным с крепкими растворами борной кислоты. Она может быть довольно токсичной. Мы, кстати, в одном из выпусков про это говорили. И затем просто раскладываете вот эту вот кожуру банановую на земле, где-то под деревьями, в теплице, ну то есть там, где у вас есть скопление этих самых муравьев. Муравьи обнаружат рано или поздно эту банановую кожуру и начнет напитанную вот этой борной кислотой мякоть, действительно начнут подъедать. И после этого действительно начнут носить матке эту еду, и уже она точно, вот точно умрет она от накопления вот этой самой борной кислоты. Никогда в борьбе с муравьями нет задачи убить рабочих особей, потому что это всего лишь, так сказать, ну трудяги. Надо убить матку, которая все там это организовала. Вот, поэтому вот такой вот способ является весьма и весьма эффективным и действенным. Ну почему мне нравится этот способ больше, чем другие? Ну, например, такие, как сделать просто сахарный сироп с борной кислотой, стандартный раствор, 10 грамм борной кислоты, стакан сахара, литр воды довести до кипения, разлить там по плошечкам и пускай там травятся. Потому что туда прилетят пчелы, туда прилетят цветочные мухи, собака может это все лизнуть там где-то. И, конечно, это все нехорошо. Что касается банановой кожуры, туда полетят обыкновенные черные там мухи и зеленые, пускай травятся, нечего им распространяться у нас по участку. Туда полетят мухи дрозофилы, не надо разносить манилиоз по участку. Туда полетят осы, тоже ничего хорошего, будут собирать этот сироп. И, в конце концов, кормиться сами, матку свою кормить тоже. И, в конце концов, это осиное гнездо это деградирует. И, конечно же, муравьи. Ну, туда им и дорога, поговорили уже о них. Таким образом, этот способ является гораздо более эффективным, тем более, что здесь мы можем использовать и отходы. Кроме того, вот постепенно эта кожура будет разлагаться, и, конечно же, она будет источником бора для и плодовых, и овощных растений. Особенно к недостатку бора чувствительны бобовые овощи, яблони, груши, то есть семечковые. Очень чувствительны к недостатку бора, конечно же, томаты и перцы, и капуста. Ну, буквально все. Вот у нас в Беларуси бора очень не хватает в почвах, особенно в северной, северо-западной части. Поэтому вот это количество бора на каждой кожуре, которая будет постепенно попадать в почву медленно, оно лишь обогатит вашу почву этим ценным микроэлементом и будет лишь благоприятствовать по увеличению плодородия почвы. Кроме того, к моменту, когда уже кожура эта достаточно разложится, и, скажем, на нее там червячки какие-то прилезут, уже этот бор мигрирует, дождики какие-то будут идти, там еще что-то, постепенно бор этот оттуда уйдет, борная кислота, и они к моменту тому, как уже почвенные микроорганизмы и макроорганизмы подхватят эту самую кожуру, уже не будут для них токсичными. Это все на самом деле хорошо. Какой недостаток есть у этого способа? Ну, первый недостаток, что муравьев бывает много, а банановой кожуры бывает мало. И нам нужно как раз свежую банановую кожуру использовать. Но не будешь же всю неделю лопать эту банану от бананы для того, чтобы накопить какое-то разумное количество банановой кожуры. Во-вторых, все-таки банановая кожура буквально за двое суток уже, несмотря на наличие тамбурной кислоты, на почве чернеет, деградирует и перестает выполнять свои функции. Поэтому ее надо постоянно восполнять. Именно поэтому я сказал, что можно дома бросать, там в течение нескольких дней, трех-четырех дней, можно бросать, бросать, бросать эту банановую кожуру в раствор, чтобы она там не портилась. Ну, как, ее же не сохраню, в холодильнике можно сохранить, что она почернеет, сделается, ну, не такая уже привлекательная для муравьев. Поэтому лучше бросать ее вот в банку и вот, чтобы она напитывалась этой бурной кислотой. А потом выходные, если вы выходные ездите на дачу, вывозить ее туда и, соответственно, уже разбрасывать по участку. Поэтому вот из этих недостатков данный способ, ну, можно считать таким вспомогательным. При всем том, он достаточно, как я уже сказал, эффективный и вполне может использоваться для контроля количества тлей на вашем участке. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы испытаете этот метод и он поможет вам. Ну, если уже не полностью справиться с муравьями и тлями, ну, то, по крайней мере, он и обогатит почву органикой, и обогатит бором. И уж по какие-то из вредных организмов, которые у вас посещают сад, огород, он, конечно же, этот способ поможет контролировать. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»